Норка, писец или, может, собака, скажет чип. С 5 декабря вне закона объявят шубы и дубленки без электронных меток. Там зашита вся родословная мехов. Прочитать ее просто, с помощью любого гаджета. Пока еще у продавцов есть время промаркировать остатки товара по упрощенной схеме. Ну а всего через несколько дней нечипованные шубы начнут изымать. Нововведение уже вскрыло немало тайн. Оказывается, половина мехов из Италии и Греции сделаны в России. И Елизавета Родина считывала информацию. Она папа, дурка, мама. Это называется метис. На такого метиса может нарваться каждая модница. Качество меха, как и его происхождение, даже у самых опытных покупателей зачастую вызывает много вопросов. Моя приятельница купила дубленку на рынке, оторвала ярлыки и поносила ее один день. И обнаружила, что дубленка линяет и совсем не греет. Как-то раз хотела купить шубу на рынке. Смотрелась шубка очень эффектно. Но при ближайшем рассмотрении оказались некачественные швы. И на ощупь шкурки были очень плохо выделаны. За качество шубы ее производитель теперь будет отвечать по закону. У каждого изделия из ценного меха обязательно должен быть свой паспорт. Так называемый контрольно-идентификционный знак. Выглядит на первый взгляд он как обычная этикетка. Это на самом деле своеобразный знак качества. На ярлыке зафиксирована вся информация о меховом изделии. Ее можно прочитать с помощью специального приложения на мобильном телефоне. То есть, читав QR-код на товаре, покупатель сам, даже без помощи продавца, может получить полную информацию об изделии. Начиная от производителя, страны, торговой марки, соответственно, информация самого меха и вплоть до номера декларации соответствия. Номер партии и даже торговый бренд. Все данные в открытом доступе. Например, эта шуба привезена из Греции, сшита из норки. Производитель гарантирует ее качество. Во многих магазинах уже есть устройство, где можно узнать, есть ли шуба в лицензионной базе. По новым правилам так называемое чипирование проходит все изделия из ценного меха. И импортные, и отечественные. За этим следит Федеральная налоговая служба. Мы видим в реальном времени так называемый виртуальный, ну, как хотите называть его, виртуальный склад маркированных шуб. Потому что сейчас мы совершенно четко можем увидеть через нашу информационную систему, какое количество шуб, где, в каком субъекте, из какого меха, у какого участника рынка сейчас находятся в обороте. Оборот меховых изделий, такая система чипирования шуб должна сделать полностью легальным. Уже сегодня реальных продаж ценного меха выявлено в 16 раз больше, чем по официальной статистике. На ярмарках и в торговых рядах зачастую продают изделия, ввозимые за границей безо всяких документов. Теперь производитель должен официально задекларировать шубу, прежде чем предложить покупателю накинуть ее на свои плечи. Сейчас очень много подделок, очень много привозят некачественный товар. Это все стоит денег, поэтому, если есть уверенность, значит, деньги потрачены не зря. Тратить деньги на получение знака качества предстоит самим производителям. Ну а следить за его наличием, видимо, будут не только Роспотребнадзор и налоговая, но и сами магазины. Ведь если шуба не пройдет контроль, ее попросту конфискуют. Елизавета Родина, Елена Сахно, Анастасия Дерзаева, Дмитрий Шиков, ТВ-Центр.